Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «История успеха» и ее ведущий я, Максим Захаров. И сегодня мы беседуем с энергичным разносторонним человеком. Это член общественной палаты Республики Мордовия, это руководитель Центра поддержки и защиты детей, это руководитель компании детских праздников «Веселый ананас», победитель конкурса «Моя Мордовия» Беретенникова Оля. Здравствуй, Оля! Привет! Привет! Оля, ну вот хотелось бы начать наш разговор с того вопроса. То есть откуда в тебе такая энергия, такая вот целеустремленность, вот такая разносторонность? Вот поделись, пожалуйста. Ну, вообще энергия, она, наверное, всегда во мне была, да? Просто на каком-то этапе своей жизни она попала в нужное русло, потому что интересов было достаточно много в моей жизни, и я всегда пыталась искать именно то, что будет приносить радость и удовольствие. Даже если, например, я расскажу тебе о том, что я, например, закончила матфак, потом три года работала на 10-м канале спортивным корреспондентом, потом стала индивидуальным предпринимателем, а сейчас возглавляю некоммерческую организацию, в принципе, уже говорит о том, что достаточно, ну, такие специфические повороты были на каждом этапе моей жизни. Я считаю, что, наверное, самое главное, энергетику мы черпаем в общении. И вот на каждом этапе нашего жизненного пути попадаются люди, которые помогают нам определиться, помогают нам сконцентрироваться и выбрать то, что приносит удовольствие. Мне очень интересна твоя общественная деятельность, то есть в чем она состоит, то есть твой фокус сейчас на что направлен? Ну, вообще, очень длительный промежуток времени, свыше, наверное, уже 7 лет, фокус мой был направлен вместе с моими коллегами на пропаганду безопасности дорожного движения. Все, наверное, уже знают эту историю. Все началось с момента, когда я сама лично со своими детками попала в ДТП. И вот на том этапе я была в качестве водителя, соответственно, детки были на заднем сидении, слава богу, пристегнуты по правилам, и все было хорошо, потому что, ну, как бы, все было согласно букве закона. Если бы я что-то нарушила, да, или детки были не пристегнуты, то есть совершенно, я понимаю, история закончилась бы по-другому. И вот на этом этапе, знаешь, Максим, немного такое переосмысление ценностей произошло, и мы в рамках начала волонтерской деятельности с моим братом Виктором начали работать по пропаганде безопасности дорожного движения. И вот это вот очень-очень затянуло, это понравилось Госавтоинспектор Республики Мордовия, мы с ними начали очень плотно работать, и потом уже это вылилось в более профессиональную деятельность, да, то есть в рамках проектной деятельности. Когда длинными промежутками времени, да, мы работаем планомерно, регулярно, и уже в рамках деятельности ныне существующего Центра поддержки и защиты детства. Сейчас у нас функционирует сервис «Социальное детское кресло». Первый в республике, да, когда мы даем детское кресло в прокат. Наверное, каждый, обратившийся к нам, всегда приходит к нам с добрыми словами. Самое интересное, приходят бабушки, дедушки, кто-то приносит там арбуз, кто-то, понимаешь, и как бы они частичку своей теплоты нам дают, да, и показывают тем самым, что мы делаем действительно нужное дело, и я уверена, что сами родители начали лучше осознавать, да, о том, что дети на дороге – это важно, это нужно охранять. Я бы хотел затронуть вот тот, твое одно из направлений, то есть веселого ананаса, да, то есть как это произошло, то есть не получилось же так, да, там шла Оля по шоссе, там, и вдруг ей пришло в голову мысль, а не заняться ли мне вот таким направлением бизнеса. Потому что, ты знаешь, я хочу сейчас сказать о том, что нас будут смотреть люди, у которых, ну, возможно, есть какие-то сложности принять решение и выбрать направление бизнеса. То есть как у тебя это произошло? Расскажи вот кейс какой-нибудь, открой для людей. Ну, знаешь, Максим, не было кейса изначально, потому что тогда я закончила работать на 10-м канале спортивным корреспондентом, ушла в декрет, и все, наверное, мамы, которые в декрете, в принципе, меня поймут, что это момент, когда хочется выпрыгнуть, да, из оболочки домашней квартиры, когда хочется как-то раскрыть свой потенциал, и вот опять же здесь мы совместно с братом, все, что мы делаем, это у нас совместное такое семейное… Это мой родной брат? Да, это мой родной брат Виктор, и эта деятельность наша совместная, и некоммерческая деятельность наша совместная, и начал набирать оборот анимационный бизнес, да, то есть в больших городах Москва, Питер, мы смотрим Казань, и были небольшие зачатки у нас в регионе. И вот в тот момент просто мы в нужный момент как бы начали, но начали опять же не как сейчас, да, когда можно взять там какой-то беспроцентный кредит, закупиться сразу, может быть, каким-то оборудованием, какую-то льготную субсидию получить. Тогда мы просто начинали медленно, потихоньку, на собственные, так скажем, средства, вот, и очень медленно развивались. Направление достаточно интересное, в этом направлении мы работали практически 9-10 год, да, соответственно, и я считаю, что оно приятное, оно эмоционально наполняет всегда, потому что нет ничего больше, чем праздник детский, наверное, да, улыбки детей, поэтому, что могу сказать, те, кто решается, да, сейчас такое непростое время, да, на открытие своего дела и так далее, в принципе, нужно делать, лучше сделать, да, например, и не жалеть, да, соответственно. Да, 100%, крылатая фраза такая, да. Поэтому, если вы хотите себя попробовать в каком-то новом направлении, в принципе, я думаю, не будет какого-то звонка или там еще что-то, пора, да, просто это должно быть внутреннее ощущение, что ты готов, да, человек готов попробовать, и он это вытянет, да, он это сможет, потому что иногда есть такое расхожее мнение, что предприниматели, они свободные люди, да, хочу работать, хочу не работать. Да, далеко не так, да, конечно. На самом деле нет, это те люди, которые работают постоянно и профессионально. Скажи, а ты получаешь какой-то вот восторг от проделанной работы? Если ты что-то делаешь или сделал, а тебе это не нравится, ну, это же плохо, это же значит, что-то не так, значит, плохо сработала твоя команда, значит, идея какая-то была так себе, да, поэтому, когда в любом случае мы делаем какое-то событие, да, мы всегда прикладываем максимум усилий. Вообще в этом плане перфекционист, да, то есть у меня должно быть либо идеально, либо не делать совсем, потому что вот как-то половинка на четвертинку, да, как бы, ну, зачем вообще начинать, если не уверен. И вот одно из направлений из твоего, опять же, вида деятельности, то есть который нельзя просто не затронуть и нельзя упомянуть, то есть это твоя, как бы, победа в конкурсе «Моя Мордовия». Что ты, ну, вот кроме, если не считать, ну, саму вот эту эйфорию победы, да, то есть что ты вынесла из этого, участвуя в этом конкурсе, что ты вынесла из него? Ну, во-первых, как-то только был объявлен этот конкурс, да, понятно, мне сразу захотелось в нем поучаствовать, мы, ну, как бы, внутри организации обсудили, что нам, мы на это выделим, ну, как бы, у меня свободное время какое-то, да, понятное дело, это будет затрагивать. Было непросто. Во-первых, было непросто. Почему? Потому что это было не единичное мероприятие, да, а целый, как вот, комплекс, то есть и нужно было доплыть до конца, то есть особенно очные испытания. Если честно, я вот прям собрала все силы, мобилизовалась. И, в принципе, ну, как-то вот была прям настроена на то, что нужно пройти до конца достойно. То есть не просто быть участником, а именно на победу было настроено, да? Да, да. И вот когда мы прошли второе тестирование уже в Доме Республики, соответственно, ретест так называемый, и когда я, ну, как бы, поняла, да, из того, что вот мы проделали, что, да, действительно, результат должен быть хороший, потому что я справилась, я молодец, все уже рядом, все уже рядом, все уже реально. Вот, а очные испытания мне показались даже, если честно, легче. Почему? Потому что я люблю коммуницировать с людьми, я люблю вот такие командные штуки, потому что я в свое время дважды была на обучении в Университете общественной палаты в Москве, и вот там как раз тоже были подобие командной работы, но не скажу, что это было то же самое, другое, но аналогия есть некоторая. И я поняла, что есть шанс. То есть ты, получается, вот из твоих слов, то есть ты готовилась к этому, да, то есть целенаправленно ты изучала. Я готовилась к этому эмоционально. Потому что есть ведь конкурс, на основе которого был вот этот конкурс наш, сделан, моя Мордовия, то есть это, поправь меня, если я неправильно скажу. Лидеры России. Лидеры России, да, то есть это, ну, примерно оттуда. Вот в лидерах России, если честно, я почему-то не рискнула поучаствовать. Я почему-то подумала, что такой какой-то высокий уровень, и на тот момент не подавала заявку, ну, а здесь уже подумал, что можно. И сказать, что я штудировала там, как к ЕГЭ, да, готовить. Нет, такого не было ни в коем случае. Больше это, наверное, была эмоциональная подготовка, потому что самое главное, как бы тебе сказать, собраться. Шпаргалки написать было невозможно, да? Нет, там не почему было написать шпаргалки. На самом деле, очень интересный подбор участников, ну, не то, что подбор, набор участников был. Все просто уникальные, настолько интересные, настолько компетентные каждый в своей области, и работать с ними в команде было очень интересно. Конечно, когда был подведен итог, вот, наверное, я даже не знаю, с чем сравнить вот это вот восхищение, вот гордость, вот гордость сама собой. Вот когда ты спрашивал меня... От проделанной работы, восторг от проделанной работы. Есть ли восторг от проделанной работы, да, есть. Вот он выглядел тогда, на тот момент так. Все то, чем ты вот занимаешься, вся вот эта вот деятельность твоя, то есть она наверняка требует очень много затрат энергетических, физических. То есть как ты с этим борешься, как ты с этим справляешься, откуда ты берешь подпитку, как происходит твоя вот перезагрузка? Релакс, да, где появляется... Нет, релакс, может быть, это, может быть, есть какое-то хобби, хобби, которое вот, ну, разгружает твою голову, там, эмоции? Ну, во-первых, я стараюсь совмещать все, да, то есть я в свои, несмотря на то, что очень бурные деятельности, я обязательно хожу время на спорт, да, это либо растяжка, это либо, соответственно, там, какие-то занятия, там, пилатеса, пусть они будут вечерние, там, в 7-8, но я обязательно дойду, да, соответственно, и вот поставлю задачу, выполню. Что касается отдыха, очень иногда ошибочное мнение, что люди, которые, ну, вот так вот на виду, да, активный образ жизни ведут, они любят активный отдых. Я, наоборот, набираюсь энергии, когда уезжаю куда-нибудь подальше. Побыть одна. Побыть одной или там только очень близкой компании, желательно это где-то уединенное место, это может быть в лесу практически, да, потому что, то есть такой, знаешь, в норку закрыться там на день-другой, и вот как бы энергию вот эту вот скоммуницировать внутри себя, и уже потом, хоп, заново, потому что всегда быть на виду, всегда быть с людьми, это достаточно энергозатратно, действительно, поэтому я считаю, что вот для меня это единственный, такой, как тебе сказать, правильный, наверное, вид напитки энергии. Так как программа у нас называется «История успеха», то есть вот какой успех ты бы сама могла отметить про себя? То есть твоя победа, вот, ну, такая вот прям вот. Наверное, я отвечу философски, можно? Что на каждом этапе своего пути жизненного, там, пятилетками кто-то измеряет, да, кто-то трехлетиями, у нас, у каждого есть своя победа. То есть кто-то, например, там, решился, там, первый раз сел за руль автомобиля, да, это тоже маленькая победа. И вот, наверное, кроме победы в кадровом конкурсе, да, у нас есть, если говорить о профессиональных достижениях, наш проект «Дети. Дорога. Жизнь», кстати, по пропаганде безопасности дорожного движения, вошел в топ-100 лучших проектов страны из 6,5 тысяч участников проектов. То есть для нас это было вот прям максимальнейшим признанием нашей деятельности. Это с учетом того, что за наш проект не могли голосовать жители, ну, и как бы эксперты наших регионов. То есть это за нас отдали голоса, представляешь, представители других регионов нашей страны, те, которые знакомились, те, которые смотрели нашу заявку. И вот это, конечно, прям дорогого стоит, потому что мы тогда поняли, что верной дорогой идем. Я одно время практиковала такую философию, как вот 100 целей, да, то есть когда в начале года пишешь 100 желаний, да, 100 каких-то позиций, и под конец года смотришь, все ли удалось сделать, да, и вот я не знаю, почему, может, у кого-то удается. Вот мне, наверное, никогда не удавалось все 100 позиций закрыть, да, поэтому если они, некоторые, остаются открытыми, наверное, что я не являюсь еще полноценно успешной и есть к чему стремиться, но в принципе... Что не хватает тебе для достижения? Времени. Времени. Мало времени. Я считаю, что 24 часа в сутках – это очень мало. Оль, я сейчас хотел бы тебя попросить сказать два слова тем людям, которые хотят добиться успеха в жизни. Ну что, дорогие друзья, товарищи, я, наверное, в первую очередь, призываю вас не бояться, идти за своей мечтой, стараться достигать поставленных целей, именно поставленных целей вами, потому что только ваши цели поведут вас за собой, и по дороге уже будут и ресурсы, и силы, и энергия, потому что самое главное – это звезда, к которой вы идете. Замечательно. Оль, я бы хотел тебе пожелать огромного счастья, спасибо тебе, что ты нашла время поделиться вот этой замечательной беседой и познавательный... очень познавательный разговор у нас получился. Всего тебе самого хорошего, доброго!